Привет, друзья! Я не знаю, что я не хочу, чтобы я не хочу, чтобы я не хочу. Я хочу, чтобы я не хочу. Поэтому я хочу. Я делаю актер по блоку, как мне научить помогать мне выжить на гарантии. Те навыки, которые я получила в тюрьме. И навык пены — это двигатель из-за гнц. Каждый день, когда я сидела в сезоне, ходила на погулку и наворачивала круги по внутреннему дворику, который, в принципе, мало чая-то. Это та комната, которая есть у нас. Каждая в нашем распоряжении. Поэтому на карантине продолжаю делать то же самое. И тянуться, делать отжимания, пресс. Все то, что вы можете сделать дома, делать обязательно. И это поможет вам выйти из карантина еще более здоровыми, чем до карантина. Пункт номер два. Каминуски. Окей, какая почередность молодые. Но помните, на последнем слое, может быть, мы цитировали Сократа, апостола Павла и Иисуса Христа и всех прочих ребят и соотносили наши практики с их практиками. И нам все говорили о том, что, ребят, вы у кости страдаете мани величия. Но это было не совсем мани величия, это был другой психологический механизм. Мы единственными, почти единственными нашими собеседниками были книжки и герои. Поэтому, ну, отчитывая то, что вы можете цинить систему из-за многих подруги книжек, кроме Библии, то, понятно, я стала себя относиться с апостолом Павлом, и в этом вообще нет ничего страшного. И это то, что позволило мне оставаться в разуме и попробовать это тоже. Номер три – это углубление психического пространства. Я говорила со всеми спецерапевтами, почему же у меня есть прессия. У меня много причин, включая моментов, слежку, тюремный опыт, пост-травмат и прочее. Но, помимо всего прочего, это темп современной жизни, к которому мы, как животные, не вполне приспособлены. И плюс карантина, любой изоляции, любой медитации, любого заточения в монастыре, даже тюремного опыта, в особенности опыта СИЗА. Все эти опыты могут вам помочь заняться интерспекцией и углубить свое психическое пространство. И потом, когда мы вернемся в наш замечательный пост-нагестериальный мир, с его счастливыми бесконечными контактами, мы сможем работать лучше, как человеческий инструмент. Номер четыре – это внимание к глубине социальных связей. Может быть, вокруг сейчас у вас не так много людей, с которыми вы можете пообщаться, но вы можете глубже их изучить. Например, я стала подругой с следовательницей. Такая сидела все за следовательницей, бывшая следовательницей, она была заключенной. И в течение 7 месяцев она была моей лучшей подругой. То, что я никогда не могла предположить, до заключения, а не после. Уникальный опыт. Ловите ваш уникальный опыт во время карантин. И, наконец, пункт пятый. Несоветная ремарка. Визуной шар стал немножечко старким. И это здорово. Мы стали немножко специалистами. И, мне кажется, сильнее стали задумываться о том, что ждет нас в будущем. Очень здорово, если мы сможем эту сенситивность сохранить. Мы должны быть такими же внимательными друг к другу и внимательными к решению глобальных проблем, когда карантин закончится. Сейчас все мировое сообщество пытается понять, как решить проблему COVID. Когда COVID будет решен, давайте все вместе так же здорово подумаем о том, как же нам быть с ограждением земного шара и глобальным потеплением. На сегодня все. Спасибо огромное, дорогие избиратели. До свидания.